Дайджест недвижимости Дайджест недвижимости Более 770 домов в Кировской области признаны аварийными. 351 дом получил этот статус и подлежал сносу еще до 1 января 2012 года. Уполномоченный по правам человека Александр Панов отметил на прошедшем заседании Городской думы, что в соответствии с действующим законодательством мероприятия по переселению граждан из ветхого аварийного жилья за счет средств федерального бюджета осуществляются лишь до 2017 года. В состоянии же жилищного фонда Кировской области таково, что без продолжения госпрограммы и финансовой помощи из федерального бюджета полностью решить проблему расселения аварийных домов невозможно. А теперь новость от наших партнеров. Ипотечная корпорация предлагает квартиры-студии по цене от 570 тысяч рублей. Жилье расположено в микрорайоне Верхней Черемушки. Это идеальный вариант первого жилья. Купить квартиру можно как из-за наличный расчет, так и с помощью ипотеки. Такое жилье станет прекрасным решением для студентов и семей без детей. Уменьшение метража не означает ухудшение потребительских характеристик квартиры. При грамотном подходе к планировке и декорированию в компактной квартире можно создать уникальное жизненное пространство, которое будет отвечать всем требованиям эргономики. Дизайнеры ипотечной корпорации позаботились о комфорте будущих новоселов, составили оптимальный план расстановки мебели, пространство зонировано максимально удобно, эргономично использован каждый сантиметр площади. Узнать более подробную информацию и получить бесплатную консультацию всегда можно в офисе ипотечной корпорации в Кирове по адресу Ленина 92 и по телефону 25 10 10. В проектной декларации на сайте ипотека43.рф заем предоставляется акционерным обществом КРИК. Средняя стоимость квадратного метра в загородных домах в апреле составила 22 283 рубля. В позапрошлом месяце этот показатель был равен 21 158 рубля. Средняя стоимость сотки земли под индивидуальное жилищное строительство в апреле равнялась 43 527 рубля. Самый дорогой участок был выставлен на продажу за 72 миллиона. На этом все. В студии работала Дарья Топузлиева. Дайджест недвижимости.